Так, ну я вас приветствую. Ну а семинар наш с вами будет называться «Штатное расписание в программе 1С». Утверждение как раз изменения, индексация, удаление, и мы с вами это будем испробовать. Наш центр существует 27 лет, то есть уже больше 250 преподавателей. У нас есть несколько форматов обучения, очно-залочное и открытое обучение, если будете использовать такой вариант. Есть возможности корпоративного обучения, и мы делаем выезды в организацию, если необходимо обучение произвести ваших сотрудников. Ну а теперь немножко просто о себе. У меня высшее образование экономическое, в должности бухгалтерского учета, то есть именно в должности главного бухгалтера я занималась 8 лет, то есть в должности бюджетного учреждения 3 года. Ну я веду кадровое направление, бухгалтерский учет, то есть достаточно давно, более 20 лет, а специалист я работаю просто с 2009 года. Выпустила я более уже 8 тысяч, 6-8 тысяч слушателей, а 1С я занимаюсь 8 уже лет, поэтому направление достаточно очень-очень большое. Семинар у меня предназначен, чтобы я вас познакомила с программой зарплаты управления персоналом, продолжительность у нас всего с вами 45 минут. Предназначен для подготовки не только по кадровому учету, но и расчетной группы, то есть специалистов. То есть курс состоит в 16 часов. В чем заключается программа курса, кто это в первый раз знакомится? Это то есть настройка параметров учета, заполнение справочник подразделения должности графики. Вы заполняете пятидневку и шестидневку для совместителей сменные графики 2 через 2 и сутки 3. Затем переходите в штатное расписание, смотрите утверждения внесения изменений, ввод сведений о сотрудниках, заносите ваших в самую агроматную работу по кадровому учету. Затем у вас идут кадровые переводы на совмещение, увольнение, договор подряда, графики отпусков, ежегодные отпуска, переносы отпусков, ввод начальных остатков, по уходу за ребенком, отпуск без сохранения зарплаты. Затем на четвертом модуле вы изучаете командирование, явки, больничные листы, приказы, выходные, праздничные дни, сверхурочная работа, то есть отгул и воинский учет. То есть поэтому вот это направление, то есть вы проходите на курсе, то есть именно связано с зарплатой управления персоналом. То есть база у вас нулевая, то есть вы знакомитесь именно с заполнением документов. Кому интересен, я всегда говорю, что нужно всем этот элемент знать, чтобы знать, где допускаются просто ошибки и где можно это исправить. Поэтому независимо только кадровые сотрудники, это и расчетная группа должны знать, то есть где могут быть допущены ошибки в программе. Подготовка в основном требуется кадровая работа, но если это программа зарплаты управления персоналом полностью 20 часов, то тогда, конечно, расчеты с персоналом по оплате труда теоретический курс обязательно. Куда бы я вас направила после этого курса, не забывайте, работа с отчетами, это первое, куда бы я хотела, чтобы вы отправились. К сожалению, учет оплаты труда иностранных работников это только по звонку менеджера, поэтому здесь зависит от вас. Если мы собираем группу, группа появляется, если нет, значит она просто не состоится и будет только как индивидуальная. Ну и то есть, соответственно, то есть наши с вами все кадровые работы, то есть по теоретическому направлению. Где находится наш курс, я вам стрелочкой указала схему просаждения, ее можно на сайте всегда скачать для себя. Что вы будете иметь работать после курса? Вы сможете заполнять первичную информацию, справочники, кадровые документы, кадровые отчеты, научитесь просто делать, командировки, то есть больничные листы, и все это присутствуют в наших с вами курсах. Ну а теперь я вас приглашаю вот как бы на курсы, если это вас интересует только кадровый учет, тогда 20 октября, то есть группа очного обучения, это воскресенье, 9 ноября, суббота точно, то есть также с 10 до 17, 10. Есть еще 2 декабря, утро, день, и тоже интенсив, с утра с 10 до 17, 10. Но я приглашаю тех слушателей, которые изучают зарплату, потому что у меня группа прямо завтра. Зарплата управления персоналом, 20 часов курс сертифицированный, с 10 до 15.30, это 3 ваших воскресенья уйдет. Поэтому в этом плане используйте этот вариант, то есть да, очень быстро, но это уже завтра. Поэтому можно применить, у вас 8 часов кадрового учета, и вы попробуете. Ну и какие документы мы получаем? Это удостоверение повышения квалификации на иностранном языке в электронном виде у нас с вами попадает в личном кабинете. Ну и то, что касается нашей презентации. Теперь я пойду просто в саму программу, то есть программа, она частично будет заполнена, то есть именно, чтобы вам показать. Но я хочу вам напомнить всем просто ваш алгоритм, то есть заполнением, потому что от этого зависит просто ваше заполнение в программе. Если вы даже только устроились и не знаете, с чего начать, проверьте настройки. Вот настройка, можно проверить, начать кадровый учет. Вы должны посмотреть, все ли у вас подключено. Нужно проверить абсолютно все галочки, именно все ли у вас проставлено. Можно зайти в ссылочку «Настройка штабного расписания». Все ли у вас элементы здесь проставлены, то есть обязательно помните. И если вы используете вилку окладов, еще раз напомню, даже кто уже присутствовал на этом курсе, не забывайте нормативный документ по закону, это запрещено. Не забывайте этот элемент, я знаю точно, что вы многие это используете. Это запрещено законом, когда нужно себя подстраховать с приказом по организатору, что вы используете вилку. Да, я согласна, это очень удобно. Мы принимаем по минимальному окладу, человек показал с хорошей стороны, мы повышаем. Но нужно это законодательно просто утвердить хотя бы в виде приказа или распоряжения по вашей организации. А затем вы идете прямо по направлению. «Настройка», не забудьте, «Реквизиты и организации». И заполняете просто ваши элементы, проверяете, правильно ли у вас все заполнены, нужно все загласки просто пройти. Все ли у вас заполнено. Поэтому вот эти элементы не забывайте. Называется этот путь «Настройка», «Реквизиты и организации». А затем идете «Подразделения». И как только вы заходите в подразделения, не забывая в галочках «Показывать новые». Что вы увидели, когда предыдущий ваш сотрудник, который уволился, все, что он вам заполнил, какие подразделения. Чтобы вам не получилось повторно заполнить одинаковые подразделения, галочку нужно поставить, проверить. Это ваш второй этап – подразделение. А потом идете на «Настройка», «Должности». Ну, здесь галочка у нас всегда поставлена в базе. Выбирается, подбирается должность из классификаторов, подбор из УКПДР. Это до профессии рабочих и должности служащих. Но в последних релизах, в отличие от предыдущих, вот, если кто давно работает в этой программе, то есть здесь быстрого поиска не работает пока еще. Поэтому в этом плане, то есть придется по папочкам открывать. Папочку открыли и используют. Ну, вот здесь она уже сориентировалась немножко. То есть поэтому зависит просто от самого, именно платформы. Это должности. Как только должности сделали, еще один элемент покажу. Графики работы идете и заполняете. Графики работы у меня заполнены, чтобы мы не тратили с вами время. Поэтому я на образцы просто покажу. Только не забывайте. Наименование. Изменить свойства графика. Идете в шаблоны. Если это у вас сменные графики, точка по циклам произвольной длины. Если это у вас пятидневка, совместитель или шестидневка, тогда по дням недели. И при заполнении учитываете с праздничные дни. Расписание заполняете вручную. Через кнопочку добавить. И заполняете, как ваш сотрудник работает. И не забываем в графиках еще один работа, то есть вариант. Распечатываем графики работы вашим сотрудникам, что они у вас ознакомлены. То есть поэтому этот элемент все равно нужно сделать у себя, чтобы они у вас познакомились с графиками. А потом, только когда вы этот путь проверили, что у вас заполнено, вы составляете штатное расписание. Я специально его оставила пустым, для того, чтобы вы увидели само заполнение. Потому что штатное расписание, к сожалению, у нас проблемное пока читается. Поэтому мы идем кадры. Штатное расписание. Я специально его оставила пустым, чтобы вы немножко, может быть, как бы посмотрели на него, как оно заполняется. И ваша ссылка, раз оно первое, утвердить штатное расписание. Эта ссылочка называется. Утвердить штатное расписание. И вы в него заходите. Ну или подсказки, то есть пишем. Я не все буду заполнять, я буду следить просто за нашим временем. Месяц выбираю я, январь, январь, дата первая января. Обязательно, когда вы его составляете, независимо, какой у вас период, я вам советую, задержитесь на секунду вашей шапочки. Проверьте месяц, дату. Или иначе, то есть ваша программа вам может табличку просто обнулить. То есть, может, а для нее это тот период, который вы первоначально указали. А потом вы уже идете добавить позицию и его составляете. Ну вот я буду начинать сначала. Подразделение, дирекция, да и как подсказку выбрали. Должность генеральный директор. Выбрали из списка, который вы уже заполнили. И спускаетесь в табличку, вот для оплаты труда у меня сейчас на экране. Можно добавить, но вот когда вы добавляете, обратите внимание, то есть строчки не видно, видите. Не сильно удобно это в работе. Я просто всегда советую вам, вот здесь, видите, стрелочка появилась внизу. Вы ее немножко увеличите, чтобы вам строка была видна. Не обязательно его на весь экран увеличивать. Можно просто чуть-чуть это расширить. И откроете стрелочку «Показать все» и выберите «Оплата по окладу». Там появится у вас сразу нолик. Видите, нолик у меня зелененький появился, вот сейчас я его беру, видите. И вы заполняете, что у вашего директора ваш оклад, допустим, 100 тысяч. Здесь заполняется две закладки. «Оплата труда» дополнительный, но дополнительно она идет просто автоматический отпуск. Если только вам нужно что-то дополнить, допустим, условия работы, приема какие-то. Ну, есть желание дополнительный отпуск, хотя я здесь считаю, что это лишний элемент. Но программа автоматически сразу вам заполнит основное, что 28 дней по нашему трудовому кодексу. И вы скажете «Окей». Появилась, да, строчка. «Добавить позицию», то есть «Бухгалтерия», «Должность главный бухгалтер», «Пятидневка», все правильно, «Добавить». «Оплата по окладу» – 75 тысяч рублей. Все, заполнено. Дополнительно, может, идите, там уже в автомате у вас будет основной отпуск, 28 дней. Не тратьте время, она автоматически сейчас это заполняет. И скажем «Окей». «Добавить позицию». Ну, я сейчас выберу, давайте, нашу бухгалтерию. Я буду выборочно. «Должность бухгалтер» мне нужен. Ну, у меня три ставочки. Три ставочки. Планируемые. «Добавить оплата по окладу». То есть, ну, давайте увеличим им оклад, судя по курсу, 50 тысяч сделаем. А то они у меня скоро в обиде будут, что здесь маленькая зарплата. Окей. Дальше «Добавить позицию». Я буду добавлять путь, он один и тот же. Отдел кадров. «Можно?» «Да». Ну, можно, но для программы это, то есть, ваша, то есть, лишняя работа. Лучше это делать в графике отпусков, чем в штатном расписании. Она эту информацию для вас не видит в других документах. Нет. Вот, а если вы здесь заполняете дополнительно, она не будет видеть. Ну, тогда если 45, вы здесь меняете. Она же будет стабильно ставить 28, вы заходите сюда и исправляете. Если он у вас 45 дней, все-таки, по закону, по некоторым должностям, они же отсутствуют. Ну, теперь вот «Добавить оплата по окладу» я поставлю также 50 тысяч, чтобы нам все с вами успеть показать. И скажем «Окей». Но есть одна особенность, которая вам пригодится. Просто в практике, если у вас почасовая есть оплата, вот я сейчас добавить позицию, скажу. Я выберу гараж, должность водителя автомобиля. Если вы заранее знаете, что у вас будет почасовики или совместители, графики, не выбирайте. Ячейка должна быть у вас пустой. Вы это будете выбирать, когда будете делать прием на работу. Поэтому здесь вот не забывайте. Плюс еще, когда посменная работа присутствует. Еще один элемент, который связан с почасовой оплатой, это вот когда «Добавить», показать все. Смотрите, здесь есть у вас оплата по окладу по часам. Вы должны его выбрать, чтобы программа считала почасовую оплату. И его сюда выбираете. Но оклад ставите полностью. Ну, допустим, для водителя я поставлю 40 тысяч рублей. Условно просто. Но здесь, пока мы с вами здесь еще остановились в штатном расписании, есть вот один элемент, который я замечала по группам, что вы делаете ошибки. Если у вас есть почасовая, это по часовому тарифу, это когда стоит один час. И если вы его выбираете, не забывайте, здесь ставится не оклад, а сколько стоит час у вас. Если вы ставите оклад, что происходит в базе? Она берет ваши часы, умножает на то, что вы указали, допустим, 40 тысяч, и получается это уже миллионы. Поэтому за час нужно тогда указать, если вы применяете часовую оплату. Поэтому не забывайте вот этот элемент. Я часто вижу такие вот ошибки. Бывают и на курсах, бывают и на практике. Ну и скажем окей. После того, как вы всех заполнили, я не буду полностью как по курсу заполнять, я вам выборочно, чтобы мы успели с вами все. Вы идете вверх, говорите провести и идете в печатную форму. Видите, в тройке есть приказ об утверждении, и он уже у вас готовый будет. И вы можете его уже распечатать, если нужно скорректировать. Если нужно сохранить дискетку, можно использовать. Нужно кому-то отправить печатную конвертик, то есть открыли и отправили по электронной почке. То есть мы тройку ее создавали все равно как прогрессивную программу, чтобы вы очень оперативно в ней просто работали. А только я закрою печатную форму здесь в печати, есть штатное расписание Т3. Вот видите, печатная форма. То есть когда вы идете из документа, здесь есть и номер, и дата. И она вам все уже зафиксирует, то есть элемент. И скажем, провести и закрыть. И она вам создаст уже ваш элемент. Но, то есть если у вас проходит какое-то время, а мы же с вами выключим компьютер, заново включим его. А руководитель вам сказал, что у вас добавляется какое-то подразделение или увеличивается ставки. Вот здесь я бы хотела всегда, чтобы вы помнили, ну это я 1С советую. Если у вас меняется одна штатная единица, это называется изменение штатного расписания. Если у вас меняется несколько штатных единиц, лучше всего через утверждение нового штатного расписания сделать. Но для этого нужно закрыть всегда все закладки и заново зайти, если это у вас в этот же день происходит. Кадры, штатное расписание. Обратите внимание, у меня получилось сейчас 4, не 2. Видите, нужно, чтобы они восстановились. Если у вас этого элемента нет и вы зашли, у вас нету 4 ссылок, еще раз закройте документ и зайдите повторно. Кадры, штатное расписание. Должно быть их 4. Вот сейчас я буду вам показывать изменение штат на 1 единице. Поэтому мне нужна ссылка «Изменить текущее штатное расписание». Я должна сюда зайти. Устанавливаем дату, допустим, 1 февраля. Дата, когда я составляю документ 1 февраля. И в панели инструмента ваша кнопочка «Изменить позицию». Потому что вы один элемент только исправляете. «Изменить позицию» вы должны нажать. И выбираете ту позицию, которую вам нужно исправить. Ну, для примера я возьму отдел кадров сейчас. Элемент. Вот видите, я выбрала двойным щелчком или кнопочка «Выбрать». Она в серый цвет превратилась. И не забывайте, нужно закрыть просто окно. Она сюда у меня. Видите, появилась строчка. Я ее открываю и меняю позицию. Мне нужно, допустим, увеличить количество ставок до 3. Допустим, я расширяю отдел кадровый. Плюс у меня изменился, допустим, оклад. Значит, то есть здесь меняете. Можно в одном, если у вас и то, и другое меняется. И здесь вот видите, она пишет «Увеличен оклад». Да, уже на 5 тысяч рублей. Скажем «Окей». Она мне исправила, во-первых, в синий цвет. Обратите внимание. Три ставочки поставила. 55 оклад. А в ссылочке у нее будет еще и в комментарии написано, что изменилось не только вход, но и количество штатных единиц. Я вам как бы не из курса, а вот такой двойной вариант именно показываю. Но изменение штатного расписания здесь будет только приказ. Видите, только приказ вверху. Можно сказать, провести приказ о внесении изменений. И она просто его создаст. То есть как бы элементы здесь, они у вас просто присутствуют будут. И провести и закрыть. На первой страничке всегда последняя информация. Ведь у меня в отдел кадров поменялось на три. То есть почему? Потому что я, во-первых, делаю с начала года сейчас, но в практике что происходит? Вы же делаете документы вперед по кадровому учету. И вам информации здесь сразу видно не будет. Ну, допустим, для примера. Так и сегодня в курсе я говорила. Сейчас идет сентябрь. Я делаю изменения штатного на октябрь. Он еще не наступил. Поэтому здесь информация не изменится. Но как только наступит та дата октября, которая нужна мне по документу, она про это здесь, вам все изменит информацию. Можно другой элемент, если вы хотите, чтобы у вас было заранее использовано вариант. То есть именно вот в настройках. В настройках есть вот где сервис, персональные настройки. Вот они, видите? То есть он связан с датой. Если вы делаете документ вперед, можно зайти в персональные настройки, точку поставить, другая дата, и поставить ту дату, которая вам нужна. Ну, допустим, то есть, как вот я назвала, 1 октября вам нужно. Все, программа все видела. И скажете записать и закрыть. И с этого момента во всех документах будет та дата, которую вы установили. Но чтобы информацию программа видела, а вы вперед делаете документы, нужно, я не буду сейчас этот элемент делать, закрыть программу и заново в нее зайти. То есть, к сожалению, программа так не реагирует быстро, чтобы, если вы установили вперед дату, чтобы она эту информацию просто видела. Значит, закрываем программу, заново заходим, и для нее уже будет та дата, которую вы установили, и все восстанавливается. Вот этот элемент здесь самый такой главный. Теперь второй элемент я все равно покажу, когда, допустим, меняется не одна штатная единица, а несколько. Тогда лучше всего сделать, утвердить новое штатное расписание. Как новое его сделать? Потому что у вас меняется не одна позиция. И вы в нее просто заоткрываете ссылку, утвердить новое штатное расписание. Вставите дату. Я условно возьму, что у нас с вами март, месяц, март, месяц. Дата 1 марта. И теперь, то есть мы должны с вами исправить. Допустим, у вас поменялось, у директора, я его открываю, и меняем. 120 тысяч рублей. 120. Окей. Видите, она в синий цвет превратилась. Затем, допустим, вы у бухгалтеров решили поменять. И поэтому поменяли. Может быть, количество ставок меняется у кого, какой-то штатной единицы. Поэтому вот эти элементы, то есть вы должны будете просто использовать для себя. И провести, и закрыть после этого. Нужно сказать, что программа его просто запомнила. Это на тот случай, когда не одна штатная единица меняется. В том случае, если вы удаляете элемент, но всегда помните о том, что если у вас уменьшаются ставки количества или меняется должность ваша, вы идете в начале справочницы. Вы добавляете их сюда. Ну и делаете изменение штатного расписания. А вот если вы принимаете решение в практике, вы полностью удаляете подразделение, удаляете, то есть, соответственно, вашу должность. Вот тогда, то есть, другой элемент, который в основном я в своих группах показываю. Но удаление штатного расписания лучше через ссылку изменить текущее штатное расписание. Она все равно у вас уменьшает, удаляется одна. Единица в основном. Редкий случай, когда вы уж полностью корректируете все ваши элементы. Изменить текущее штатное расписание. Дату устанавливаете. Ну, давайте мы теперь возьмем с вами 1 апреля. А вот дату, это вот в основном в курсе, конечно, используется дата в дату, но вы помните всегда, дата изменения с какого момента вы применяете. А дата, когда вы документ составляете. Вот для примера вам приведу, что вы, допустим, раньше делаете. 25 марта, что вы увидели. Разница. Ну, как раз не выходной. Поэтому документ вы можете делать и раньше. Но дата изменения, с какого момента она будет его просто использовать. И если удаляется из штатного расписания, ваша кнопочка «Закрыть позицию». Вот она. И вы его применяете. И смотрите, кого вы удаляете. Ну, давайте для примера удалим водителя автомобиля. То есть так, как я не всех здесь заводил, чтобы сократить время. Закрыли кнопочку. И она превращает, видите, мне в красный цвет. Вы просто не пугайтесь. Это она просто удаление делает и превращает в такой красно-коричневый оттенок. Видите, мне превратился в красный. Ну, вот видите, позиция закрыта. Можно по комментарии использовать, если вдруг оттенок, то есть совсем другой программ. И затем провести и приказ о внесении изменений. И здесь будет как раз написано, что исключите штатного расписания подразделения. То же самое, когда делается удаление просто должности. Если вы удаляете должность какую-то полностью. Это вот с точки зрения, когда удаление. Видите, она мне даже удалила, так как период уже закончился, апрель. Обратите внимание, нет водителя в списке. И он у вас уже здесь, то есть именно исчез. Но, то есть есть элементы, когда вы просто, допустим, делаете индексацию. Но первое, что связано с индексацией, то есть я просто вам назову специально, вы должны проверить свои настройки. Настройка, расчет зарплаты. Поставлены ли у вас эти настройки. Это первый ваш этап. Вот выполняется индексация заработка, это называется у вас. Если галочка будет отсутствовать, вы этот документ никогда не найдете. Не забывайте про этот элемент, это очень-очень важно. Нужно обязательно, чтобы галочка была проставлена. Тогда вы сможете сделать индексацию штатного расписания. Закрываю, проверили. У нас есть индексация. А потом вы идете кадры, но когда вы заходите, в штатном расписании нету вашей команды, видите, индексации. Что нужно сделать? Предварительную настройку проверили. Идете в ваши настройки. Вот это, видите, шестеренка такая изображение. С правой стороны, видите, там шестеренка. Вы ее открываете. Говорите. Настройка, навигация. Открывается ваш список. С левой стороны вы находите ваш документ, который называется индексация штатного расписания. Вот она, видите? Вы на панель навигации любой документ можете, то есть именно запомнить. Вы ее выделяете. Здесь просто надо запомнить. Выделяется строчка. По серединке кнопка «Добавить». Она перенесет ее вправо и внизу «Ок». И с этого момента появится ваша строчка документа «Индексация штатного расписания». Видите, она у меня появилась? Я сейчас ее как избранную вам покажу. И вы заходите в эту вашу ссылочку. «Индексация штатного расписания». Но этот документ, он заполняется, когда у ваших, у всех сотрудников индексируется. Именно. И поэтому в этом плане, то есть нужно будет использовать этот вариант. Ну, а мы скажем «Создать». Она откроет вам документ. Помните, этот документ «Индексация штатного расписания», когда у всех сотрудников. Я вам покажу сейчас два документа. Вы ставите дату. Ну, давайте, то есть скажем, что у нас в июне, да, меняется. У всех сотрудников. Июнь. Дату я возьму с 1 июня. И используется вот этот коэффициент. Вот сейчас проследите за вашими цифрами. Вот он, видите, коэффициент индексации. Ну, для примера, допустим, мы с руководителем решили. Ну, я буду рассматривать себя как руководитель, допустим, кадровой службы или бухгалтерии. Я им предложила, что мы можем с вами индексировать заработную плату нашим сотрудникам. Средства у нас с вами есть. Все зависит, кто предлагает. Сразу говорю, руководитель, это только если закон официально появляется, что обязательно индексировать заработную плату. Только тогда. А так все равно, конечно, руководителю надо предлагать. То есть или руководитель кадровой службы, или главный бухгалтер. Это отсюда исходит. А там уже руководитель решает, индексируем или нет. Ну, я предлагаю на 20%. Коэффициент будет 1,2. Ну, так как в группах я замечала, что коэффициенты не сильно воспринимаются группами, еще раз объясню. Если вы увеличиваете на 20%, коэффициент 1,2. То есть единица – это 100% зарплата. 1,2 – значит на 20%. Увеличиваете на 40%, значит коэффициент 1,4 становится. И как только вы выходите вот из этой ячейки 1,2, то есть Enter нажимаете, она вам сразу все пересчитывает. Видите, у директора у меня теперь 144 тысячи. То есть поэтому как бы элементы здесь это связано. Но если вот как бы использовать частично, видите, я правую кнопку нажимаю, нету удалить. Видите, нету этой строчки. Если я пойду выищу, у меня там тоже этого элемента нет. Поэтому я бы хотела, чтобы вы помнили, что индексация штатного расписания – это для всей организации используется. То есть частично здесь не сделаете вы никогда документ. Поэтому всегда надо помнить, если 100% по всей фирме нашей, значит индексация штатного расписания. Если частично, сейчас я буду вам его показывать, в нем есть особенность, называется изменение штатного расписания документа. В нем это делается, индексация. А мои, то есть соответственно, бухгалтера, которые используют, здесь есть вот на основании штатного индексации, видите, заработка. И вы автоматически сюда попадаете просто сразу же. Говорите ей окей, расчетные группы, кто у меня присутствует, и она сюда просто заполнилась. То есть, ну, в данном случае здесь, вот видите, у меня не совпадает. Ну, то есть давайте я исправлю, она должна заполниться. Поэтому все равно должно получиться. Так, ну, а я скажу да. И провести, и закрыть. Ну, а теперь другой элемент, который я вам уже назвала, когда нужно частично индексировать. Поэтому ваш путь всегда идет. Кадры, кадры, изменения штатного расписания. Только в этот элемент вы должны зайти. Кадры, изменения штатного расписания. Заходите. Говорите, задать. И говорите, вам нужны изменения штатного расписания. Вы новый его как бы создаете. Появилось. Ставите дату. 1 августа, для примера, допустим. Дата, когда я составляю документ. То есть 1 августа. И ваш путь, просто ваш путь, первый этап. Ваша кнопочка «Изменить позицию». Это первый этап. «Изменить позицию». Вы ее открываете. Она открывает вам список. И вы выбираете тех сотрудников, которые вам необходимо индексировать. Ну, допустим, давайте я возьму генерального директора. Главного бухгалтера, чтобы не было обиды, а то мы в прошлый раз его не индексировали. То есть и специалистов по кадрам. Вот такой как бы выборочный элемент, так как у меня небольшой здесь список. И закрываете ваш, то есть именно список. Он попадает у вас сюда. Это ваш первый этап. «Изменить позицию». Теперь второй этап. Кнопка «Заполнить показатели». «Заполнить показатели» это называется. Это второй этап. Откроется вот такое окно. «Заполнение показателей» у вас. Вы говорите, мне нужен наклад. А здесь варианты, видите, разные есть. И по должностному, и часовые тарифные ставки. В зависимости, что вы индексируете. Вот галочку нужно поставить оклад. А потом идете вот здесь стрелочку, где фиксированное значение. Только помните, вы должны не прибавить, а умножить. В этом ошибка бывает в этом документе. Я говорю умножить. И, соответственно, мой коэффициент. То есть на какую, то есть элемент я умножаю. Ну, допустим, чтобы вам настроение поднять, давайте мы 50% увеличим. И скажете «Окей». Но умножить. И она с этого момента, то есть на вами увеличивает этот оклад. Красивые цифры у нас получились. То есть на фиксированное значение там еще. Это просто вот на новую разносимую зарплату получается? Да. То есть полностью расфиксированную, только эта сумма будет. И все. Да. Поэтому в этом плане, то есть и допомните, что вы хотите получить. Но лучше всего, я считаю, коэффициент использовать всегда. Но иногда, да, бывает, я согласна, бывает просто на какую-то сумму руководитель вам говорит, что нужно добавить к этой сумме. Тогда будете использовать этот вариант. И скажете вот здесь «Провести». Она вам проведет. И приказ о внесении изменений. Он у вас уже получится. Видите? То есть внести здесь уже в действующее подразделение. Здесь указано прям поэтапно, кого вы индексировали. И приказ у вас просто готов. Потому что я считаю 3, то есть именно 3 и 1, она достаточно уникально просто построена. То есть поэтому нужно его просто использовать для себя. И здесь же, то есть у нас с вами внизу только нужно изменить начисление сотрудников. Это уже зарплата пойдет в этот элемент вас. И то есть вы проверяете ваши даты, которые вы установили. То есть заполняете вашими документами. Ну, в данном случае, то есть нужно будет просто использовать этот вариант и зайти просто в изменение штатного расписания. Это с этим связано, потому что программа, она в основном связана не с зарплатой. В данном случае у меня сейчас. А то есть кадрового учета. А так всегда можно индексировать зарплаты. Ну, я и скажу, да, чтобы она заполнила этот элемент. И провести и закрыть. Вот это на тот случай, если у вас идет индексация. И самое главное, не забывайте просто по отчетам. То есть лучше всего отчеты все равно создавать через кадры, кадровые отчеты. Через этот элемент, потому что здесь у вас очень много по штатному расписанию есть документов. Ну, приема на работу сейчас нету, поэтому это не сильно, может быть, покажется наглядным. Ну, мы с вами, то есть посмотрим все наши документы. Здесь у вас есть анализ штатного расписания. Вот она, видите, первая ссылочка идет. Установили дату актуальности произвольную. Дату я поставлю 1 января. Выберу организацию нашу, которую мы используем здесь на семинаре. И скажем сформировать. Ну, приема на работу в базе нет, поэтому, может быть, не сильно уникальный. Но в новых релизах, я вижу, программисты 1С, то есть так хорошо нам постарались. Я думаю, что со временем будут все красивые у нас документы здесь появятся, судя по анализу и некоторым другим документам. Поэтому у нас сейчас будет уже цветном изображении, не все равно, как раньше. Поэтому вариант очень хороший. Плюс они еще в дальнейшем обещают здесь и в виде презентации сделать и в диаграммках. Поэтому в дальнейшем программа, она все равно развивается очень сильно. И нам будет просто в ней приятнее уже работать, потому что в отчетах как бы серый формат не сильно, то есть я считаю, то есть уникально, лучше в цветном. Даже вот в нашем зелененьком таком, да, цвете сейчас. Это вот анализ. Заполненность штатного расписания. Ну, у меня будет пустое, потому что в базе нет сотрудников. Произвольно. Дату выбрали 1 января или ту, которая вам необходима. И организация Орион. И сказали сформировать. Она вам просто сформирует. Вот видите, заполненность тоже в таком же, в зеленом формате, но иногда не очень удобно. Вот видите, я прокрутку вроде продвигаю, она видите, то есть все скрывает. Поэтому, когда, конечно, лучше, наверное, работаешь, лучше это распечатать. То есть вот у меня сейчас большой формат, поэтому еще кнопочка и печать. И распечатали для себя, если вы хотите с этим документом работать. Здесь же есть у вас, то есть именно начисление позиций, если этот документ нравится. Набрали дату, которую вам необходимо, организацию и сказали сформировать. Она вам его сформирует. Ну, вот видите, здесь еще в старом формате, он еще не цветной. То есть вот конкретно по начислению позиций. То есть поэтому в зависимости, какой отчет вы используете для себя, причем, видите, там оклад, то, что почасовая, отдельная колонка, видите, появилась. Если все были по окладу, а водителей я забавляла именно по часам, видите, у меня другая колонка появилась, почасовая. То есть поэтому вот элемент наглядно здесь все равно присутствует. Ну и самый популярный такой, это штатная расстановка. То есть вы в нее просто заходите. Выбрали дату, которую нужно. Ну, давайте возьмем хотя бы по индексации, то есть нашей, с вами я возьму 1 июня, организация Орион и, скажем, сформировать. У нас появится наш с вами документ, штатная расстановка, но приема на работу, потому что в базе я не брала полную базу, поэтому они пока у вас, то есть отсутствуют. А так, вот видите, то есть элемент достаточно сразу будет видно, и здесь оклады уже, те оклады, которые мы индексировали. Видите, уже не 100 тысяч, а 144. Она покажет, потому что я взяла 1 июня. Будет 1 января, значит, первое штатное расписание. Сейчас появится, то есть вот сейчас я вернусь еще раз, сразу фамилия. Да просто в базе у меня сейчас нету приема на работу. Вот здесь пустой. Вот видите, генеральный директор, здесь фамилия появится. Да, то есть именно бухгалтер, у меня будет 1 ставка, то есть именно занята, значит, 1 строчка заполнится после приема на работу. Поэтому в этом плане, то есть все, конечно, будут исполнены. И вот здесь колонка сразу исправится, что не все ставки свободны, а только то количество, которое действительно у вас свободны. То есть поэтому... А вот там учтено, что это у вас? Учтено то, что, то есть у вас запланировано. То есть то, что вошло в фод. Да, то есть в фод вошло, то есть она вот видите, то есть и фиксирует. То есть именно учтено. То есть поэтому в этом элементе штатная расстановка, она у нас с вами есть здесь. Поэтому вы как бы... Не учтено, то есть если, допустим, у вас она красным шрифтом будет выделять. Если в штатном расписании у вас оставлено, а у вас, то есть принятые сотрудники на работу, то она сразу вам покажет в ваших документах. Или красным шрифтом, или сразу в учтено появится красного шрифта у вас просто. Колонка не учтено, она ее не создаст вам. И вы сразу сориентируетесь. А, у меня был прием на работу, но я ей сказала провести все равно. И она провела программу. Но в отчетах будет сразу видно наградно, что у вас числится по штатному, допустим, одна единица, а вы приняли на полторы ставки уже. И вам срочно нужно изменение штатного расписания сделать. Да, ну просто как бы она... То есть сообщение вам выдает предупреждение, но, тем не менее, этого просто не будет элемента. И вот еще один элемент, то есть заключение вам покажу просто в штатном расписании, то есть чтобы вы знали, как можно исправить. В кадре штатное расписание. Журнал штатных расписаний, не забывайте, ваша последняя ссылочка. Документы, изменившие штатное расписание. И если вам нужно изменить первую строчку, еще раз напомню для всех, если кто не знал, значит будете знать. Нужно отменить проведение и дойти до той строчки, которую вы хотите исправить. Да, то есть именно с конца. То есть элемент... Ну, то есть вот видите, у меня там еще идет индексация, она мне уже не пускает дальше. Отмена проведения. Видите, у меня сразу сообщение выдают. Поэтому всегда просто помните, что нужно с последней строки начать до той строки, которая необходима. Но всегда учитывайте, что у вас есть еще, если что, индексацию. Потому что списки его нет. А здесь она его видит просто, напросто, всегда. И этот элемент будет просто вами использоваться. Ну, и где особенно удаляется из штатного расписания, она может дальше не пустить элемент. Но сам штатное расписание, я бы так сказала, если вы, допустим, действующую компанию прошли, и ваша расчетная группа все-таки без вас работали, начисляли вам зарплату всем сотрудникам, а потом вы позже приняли кадрового сотрудника. Я просто вам советую всегда, не забывайте, берете печатную форму, нельзя в предыдущий период, вы туда никогда не попадете, отчетность уже сдана. Там уже будет стоять запрет на это. Поэтому вы всегда должны мне помнить, что мы берем печатную форму, последнюю, утвержденной директором, и сюда заводим как утверждение нового штатного расписания. И тогда программа от этого последнего штатного пойдет, у вас будет посмотреть все ваши нюансы. То есть и все элементы она будет проверять уже по этой позиции. Поэтому вот это не забывайте. Но я все-таки вас жду, кто изучает расчетную группу, очень уникально это группа завтра. То есть поэтому в этом плане, если кто мечтает мою группу попасть, она у меня последняя в этом году. Поэтому я вас точно приглашаю в расчеты зарплаты именно завтра. То есть, но кто по кадрам учет, у них еще есть вариант впереди, поэтому, а программа, она меняется, поэтому вы, я вам советую, или вы смотрите по разделам, один элемент, вариант, если вы уже ее проходили, или если вы все-таки ее не изучали, я вам советую, сходите на курс. Вам дадут просто направление, как правильно это заполнять. Потому что исправлять в базе очень-очень сложно. Лучше это сразу правильно заполнение, чем потом делать исправление. Поэтому не забывайте. Ну, всем до свидания. Молодцы, что приехали. То есть и кто подключился, я смотрю, небольшой у нас список. Но в заключении все-таки еще вот скажу один элемент. Если кто из ваших, то есть именно знакомых, не смог использовать, используйте ваш вариант, потому что все семинары выкладываются на сайт. Поэтому еще раз напоминаю то, что вы мне уже знаете о центре. Заходите. Это называется сейчас, а не изменилась информация. Информация. Открываете ее. Специалист ТВ. Как только вы ее открыли, если вы хотите увидеть все видео, все видео, значит, спускаетесь вниз. Все видео. И применяете для себя, то есть наш с вами семинар, в работе которого, может быть, какой-то элемент, он вам даст просто большой плюс. Здесь все видео. Потому что по рубрикам там может оказаться не все или иные. Так, ну всем до свидания. Я вас приглашаю.